Зрители Дома-2 смешат попытки Мандезира стать экспертом в чужих отношениях. В комментариях эфиров стало известно, что зрители смешат попытки Мандезира стать экспертом-психологом и давать советы Кристине и Артему, как преодолеть очередной кризис в отношениях. По-прежнему считает себя Мандезир неким гуру в области решения проблем тех или иных пар, как во времена, когда Юлия Ефременкова была ведущей с эшельской площадки, потому и ищет возможность попасть в эфиры в ожидании появления Юли. Ведь она была его щитом и поддержкой не только на проекте, но и за воротами. При этом считает Мандезир, что не зажег Кристину Бухенбалт и ее партнер Грант, как будто брюнетка скрывает, что чувств у нее к Теме нет, а в качестве коллеги по шоу и ее мужчины он не устраивает Кристину во многом. Или просто Мандезир отрабатывает крышу над головой этими смешными попытками изобразить из себя психолога, как считаете? Только почему смех зрителей носит характер сарказма и ехидных замечаний? В провалах Виктории Фомской виновата пассивность Берегчеева. Вика всегда находит источник для собственного недовольства на поляне Дома-2. То брюнетку не устраивает то, что ей с Эдуардом не дают выездные свидания, то ей нарезки и номинации в женском голосовании не достались. На эти поводы Вика и жалуется в эфирах реалити-шоу. Стало известно, что образ Черной Вдовы Вики Фомской особого ажиотажа в обсуждениях не вызвал, а в своих провалах эта участница Дома-2 постоянно винит пассивность Эдика. Куда ему тягаться силами с опытными приглашенными бойцами проектного фронта Иваном Барзиковым и Мандезиром Светомором? Очень мечтает Вика не только о полете на Сейшилы, но и о том, чтобы стать топчиком Дома-2. Только на одной теме пока еще не состоявшегося развода с мужем, никак Фомская пробиться в ряды ярких участниц телешоу не может. Опять в этом Эдик виноват, а не решение руководства проекта. Кстати, в реальном времени Вика и Эдуард расстались. Берегчеев сообщил, что он теперь свободный парень и чувствует себя счастливым. Знакомый помог Яне Захаровой обставить Валиулину. Те зрители, что называют телепроект Дом-2 скучным и неинтересным, могут посмотреть эфир, который покажут 20 февраля. В этот день произошло много событий. Например, Альбина Валиулина, которая была уверена в своих силах и победе во втором туре конкурса «Сейшильские каникулы», не прошла в третий этап. По словам Альбины, да и сама Захарова это подтверждает, на конкурсе в качестве эксперта присутствовал хороший знакомый Яны, и его мнение повлияло на решение судей. Получилось, что Валиулина не прошла в третий тур, и ее место заняла Захарова. Кто-то сомневался, что жюри не будет подсуживать участникам, ведь в его составе одни друзья и приятели топчиков. Алена Опенченко тоже не прошла в следующий тур конкурса. Только в отличие от пары Николачок и Горина, которые не очень-то расстраиваются от поражения, Алена и Балыкин затеяли ссору с взаимными упреками и оскорблениями. Никита, записавший песню с Грантом, оказался в третьем туре, куда Алене не дали дорогу, несмотря на ее очень откровенное видео. В итоге Балыкин и Опенченко после употребления виноградных напитков до трех часов ночи выясняли отношения, ссорились, крушили мебель, сопровождая все отборным матом. Живущая в соседней комнате Татьяна Репина очень волновалась и боялась оставаться одна рядом с буйными соседями, которые могли ворваться к ней в комнату. В общем, было много шума за стенкой, а с Татьяной теперь по ночам сидит Илья Рыбаков, успокаивая беременную, пока Безус в отъезде. Надо сказать, что у Репина из-за стрессов расшатались нервы и ей прописали курс витаминов. Стоит ли пребывание на Доме-2 нервов, своего здоровья и здоровья малыша? Даниэль Чистов, который скоро станет мужем Ермаковой, разочаровал подписчиков. Парень полностью попал под влияние Надьи Ермаковой. Она по утрам расчесывает Даниэля, делает ему укладку, покупает одежду и обувь, которая ей нравится, навязывает общество своих друзей. И то, что Чистов стал частенько увлекаться ни соком, ни деградацией, или молодого парня, который живет по подсказке, не имея своего мнения, как считаете? Совсем недавно, в нетрезвом виде, Чистов устроил дебош на поляне с Эдуардом Берегчеевым и Никитой Балыкиным. А ссорясь с Надей, по причине, которую нашла Ермакова, сломал мизинец на руке. Зрители пишут, что Чистов стал игрушкой для Нади, а то, что она закрывает глаза на его загулы с друзьями, это временно. После свадьбы Ермакова возьмет мужа в полное подчинение, и тогда правы будут те, кто советовал парню бежать с проекта. 20 февраля в эфире смотрите, как опозорился и низко пал в глазах родителей Даниэль. Настя Бигрина уверена, что они с Ромашовым заслужили отдых на Сейшелах. Конечно же, Настя и Женя прошли в третий тур конкурса «Сейшельские каникулы», подготовив яркие видео для второго этапа и устроив настоящее представление на сцене во время первого. Правда, не всем зрителям понравилось, как эта пара вела себя прилюдно. Целуясь и наглаживая друг друга, в то время как остальные участники стояли спокойно, слушая оценки жюри. Теперь Настю называют вторым Николаем Должанским из-за ее поцелуя в первом выпуске шоу. По какой-то причине Бигрина уверена, что они с Ромашовым заслужили отдых на островах. Хотя пара недавно вернулась из Мексики, и их почти две недели не было в эфирах. В дневном выпуске 14 февраля Настя заявила Жене, что на остров любви хочет, а петь у нее нет желания. Значит, она заранее знала, что после второго этапа с видео они пройдут и в следующий этап. Возникает вполне закономерный вопрос, для чего делать сейшельский конкурс и ссорить между собой участников, если будущие победители уже примеряют пляжные одежды и купальники, а некоторые не собираются распаковывать чемоданы после отпуска. Яна Захарова не покинет проект, к ней постоянно приходят парни. Яна Захарова в течение двух недель интриговала участников телестройки и зрителей своим романом за периметром, однако надежды хейтеров на уход Захаровой с проекта, на котором она уже 7 месяцев, не оправдались. В очередной раз Яна сообщила, что она не покинет проект, хотя и были такие мысли. Встречаясь за периметром с таинственным молодым человеком, Захарова пыталась уговорить его прийти на Дом-2, но не получилось. Потом хотела сама уйти. Недавно стало известно, что девушку пригласил в ресторан бывший топовый участник, и выходит, что за периметром у Захаровой бурная личная жизнь. А теперь стало известно, что девушка поссорилась со своим ухажером и решила остаться на реальти-шоу, чтобы принять ухаживание парня, который пришел в понедельник на проект. Эфир покажут сегодня вечером. Надо сказать, что к Яне на проект, несмотря на ее несносный характер, постоянно приходят поклонники. Вот и в этот раз появился парень по имени Влад, как говорит девушка. Для нее это имя роковое. Видимо, есть события, связанные с его обладателем. Надо отметить, что Захарова на проекте чувствует себя вольготно, и ее поощряет руководство. Иначе как объяснить, что участница ночует у себя в квартире? На поляну приезжает налобная или для участия в конкурсе? Не пора ли уже определиться? Или ты участница и будь постоянно на поляне, а не разгуливай по ночным клубам и развлекательным заведениям? Или отправляйся за ворота и веди там свой образ жизни? Все-таки есть руководство любимчики, которым потакают. А если только для старичков и топчиков такое послабление, то так и надо было заранее объявить условия на проекте, чтобы зрители не возмущались, что одним все дозволено, а других даже на выходные не пускают за ворота. Не так ли? На этом все. Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.